Друзья, привет! Сегодня подборка советов и хитростей на все случаи жизни. Струбцина это отличный помощник в вашем мастерской или гараже. И меня она тут выручила в одной из ситуаций. Такой инструмент не только может работать на зажим, но и на разжим. Если снять верхнюю головку и перевернуть, и переставить вниз. Таким образом, функционал струбцины зависит только от вашей фантазии. Например, приподнять необходимую мебель, чтобы отремонтировать или докрутить пару саморезов. Или положить пару прокладок, или выровнять все по уровню. В общем, это годный лайфхак. Запоминайте, в жизни может пригодиться. Сейчас покажу вам отличную идею с обычными сверлами. Если у вас есть сверла по дереву для сверления отверстий, то ставим любое сверло в шуруповерт. И запоминаем годный лайфхак. Если мы сверлим отверстия в древесине, ну как обычно, то рвем края отверстий. Если нам это не важно, то ладно, не парьтесь, не заморачивайтесь. Но вдруг у нас ценная заготовка, и нам важна лицевая часть. Тогда перед сверлением переключаем на реверс, откручивание. И делаем пару-тройку оборотов, чтобы зайти в глубину на пару миллиметров. Затем переключаем шурик в рабочий режим и сверлим отверстия. Таким образом, само отверстие сверху очень чистое и без всяких заусенцев. Хорошо это видно, делая отверстие сверлом, например, на 8 миллиметров. Кстати, друзья, если у вас нет сверл, а отверстие нужно сделать, то можно взять обычный гвоздь, зажать его в патрон шуруповерта. Режим у нас включен в сверление, и с помощью гвоздя делаем отверстие в древесине. Ну и также по толщине гвоздя можно подбирать необходимый вам диаметр, ну который есть под рукой. В работе у меня аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel с бесщеточным двигателем. Такой шуруповерт меньше греется, имеет меньшие габариты и вес. Также здесь увеличивается срок службы, так как не надо менять щетки. Быстрозажимной патрон, прорезиненный корпус, удобная рукоятка, малый вес, хорошая подсветка и есть индикатор уровня заряда. Ну и вторая батарея в комплекте исключает непредвиденные остановки в работе, может выполнять ряд различных функций. Например, установив коронку по дереву или металлу, возьмите двухсторонний скотч и наклейте на коронку. Далее отрезаем подходящий кусок наждачки и наклеиваем поверх. Таким образом мы можем спокойно обрабатывать наждачкой радиусные детали или отверстия. Это намного быстрее и удобнее, чем просто вручную. Работая с доской и забивая гвозди в древесину, особенно при строительстве, никогда не забивайте все три гвоздя вертикально. Так вы только ослабите узел крепления. Лупите только один гвоздь по центру вертикально, а остальные два по краям под наклоном примерно градусов под 45. Таким образом вы получите надежный узел, который и руками вырвать не так-то просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Занимаясь стройкой, особенно в одну каску, я не раз сталкивался с ситуацией, когда нужно было приподнять доску. Обычно она 6-метровая и какая им там 50 на 200. И одной рукой прижать и выставить довольно тяжело. Для этого вкручиваем саморез сверху, берем монтажку и у нас получается отличный рычаг. Выравниваем доску и закручиваем пару саморезов для фиксации. Таким образом получается ровный узел. И можно потом с легкостью пробить гвоздем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Торцевание доски дело тонкое. Если мало опыта, то тяжко получить ровный пил под 90 градусов. Если есть угольник, то все намного проще. Но не каждый будет отдавать пару тысяч деревянных. И не у всех есть такая возможность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поэтому здесь есть отличное решение. Возьмем обрезок фанеры. Нарежем пару заготовок. Толщина моей фанеры, кстати, 15 миллиметров. С помощью обычного угольника выставляем угол в 90 градусов. Наносим немножко столярного клея или монтажную пену. И скручиваем на пару саморезов. После высыхания, чтобы довести до ума нашу приспособу, осталось сделать обычный пил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким образом, делая отметку на заготовке, мы выставляем по краю наш упор и делаем разрез. Во-первых, получаем точный размер. А во-вторых, ровный пил под 90 градусов. Это очень удобное. И такая приспособа делается буквально за пару минут и даже прямо во время строительных работ. Да и резать удобно, держа одной рукой. В работе у меня самая компактная из линейки Дензел циркулярная пила. Она имеет индикатор подключения к сети, который позволяет определить готовность двигателя к запуску. Диаметр диска в 165 миллиметров, а сам пропил под 90 градусов в 55. То, что нужно. Сейчас, кстати, на инструмент Дензел идут хорошие скидки. И все ссылки, а самое главное, промокод на скидку, оставлю в описании под видео. Делая сантехнику в доме, я сталкивался вот с такой ситуацией. Когда труба расположена практически рядом со стеной, а надо намотать фум-ленту на резьбу для плотного соединения. И если будем делать это руками, то получится каша и адский трэш, а не обмотка. И тут есть интересный лайфхак. Возьмем фум-ленту и обычный карандаш. И намотаем на край карандаша небольшой отрезок ленты. Далее переходим на трубу, муфту сгон и наматываем фумку. Аккуратно, плавно, ровно и красиво. И теперь соединение будет плотно и надежно. Запоминайте, может пригодиться. Бывает такая ситуация, обломилась резьба. И думаем, как ее оттуда выкрутить. Если есть поблизости два болта, то забрасываем вовнутрь, крест-накрест и стопорим их. И спокойно, не спеша, выкручиваем поврежденную часть. Если засела сильно и зажата резьба, то между болтами можно добавить отвертку. И будет небольшой рычаг. Ну а если сидит легко и болтов под руками тоже нет, то, конечно, сначала можно попробовать выкрутить и пассатижами, разжав их в разные стороны. Иногда, кстати, тоже это помогает. Если вы домашний мастер, то полиобас в вашем арсенале есть перфоратор. И его можно применять не только для бурения отверстий в стене или удара по бетону. Я тут на днях устанавливал винтовые сваи. Закрутив их в землю и подрезав, засыпается пескобетон в трубу. И чтобы пескобетон уплотнить, применил перфоратор. С помощью удара через прокладку вибрировал все сваи. И таким образом уплотнил внутри смесь. И теперь я точно знаю, что там не будет пустоты. И фундамент прослужит намного дольше. Ходовой перфоратор для домашнего мастера, ну, по моему мнению, хватает на 700-900 ватт. У меня лично на 750. Перфоратор заменяет сразу несколько инструментов за счет наличия трех режимов работы. Это сверление с ударом, сверление без удара и долбление. Имеется электронный реверс, который меняет направление вращения патрона, что поможет вытащить оснастку в случае застревания. Также эта моделька подходит для работы на улице, благодаря кабелю с резиновой изоляцией. В комплекте идет пару насадок и сам кейс для хранения и переноса. А самое главное, гарантия на инструмент Denzel целых три года. Еще одна хитрость, как легко и без нервов закрепить гайку. Например, делая какую-нибудь приспособу, у нас есть труба, в которой имеется отверстие на разном расстоянии. Возьмите малярную ленту и начните наматывать на палец. После пару оборотов переверните ленту и сделайте еще моток. Таким образом, у нас получилась клейкая сторона сверху, на которую легко зафиксировать гайку и подвести к отверстию для фиксации болтом. Если отверстие удалено, то берем подходящую линейку, палку, также наматываем ленту и фиксируем гаечку. И она держится довольно отлично и не падает. И можно спокойно закрутить болта. Напишите в комментах, какие советы вы знали, а какие нет. И что понравилось вам больше всего. Поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, пользуйтесь полезными советами и упрощайте жизнь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok